Паровая палуба, первый набег Valve на портативное оборудование, наконец-то прибыл. Нам здесь, в Rock Paper Shotgun, несколько недель назад прислали нашу собственную систему, и с тех пор мы ее внедряем. Чтобы отпраздновать, я недавно спросил наших замечательных читателей Эрбс, есть ли у них какие-либо вопросы о Steam Deck, на которые мог бы ответить Джеймс, наш редактор аппаратного обеспечения. Более ста из вас прислали множество интересных запросов о колоде, охватывающих все, от того, как переустановить ОС по умолчанию, до того, можете ли вы заблокировать экран или нет. Мы стремились ответить на большинство этих вопросов в этом видео. Прежде чем мы начнем, стоит отметить, что Джеймс тестировал модель верхнего уровня Deck, которая оснащена 512-гигабайтным твердотельным накопителем NVMe и экраном из антибликового стекла. Так что без лишних слов, давай начнем. Итак, этот первый вопрос от падшего атеиста. Они спрашивают, чувствует ли он себя прочным, и поддерживает ли разумный уровень тепла в течение длительных периодов времени. Что происходит, когда это проходит стресс-тест? Глюки перегреваются из-за длительного периода воспроизведения чего-то графически интенсивного с использованием подключенного питания. Неужели это лучше подходит для бережного использования и инди-игр? Он кажется достаточно прочным, учитывая, что он сделан из пластика. Он не разлетится на миллион аж. И это не может быть. Так что, если ты уронишь его на несколько футов. Да, уровень тепла, как в твоей руке, все в порядке. Вся эта куча на самом деле содержится только посередине, так что ты этого не чувствуешь. Ты знаешь, где твои руки. Кроме того, я никогда не испытывал никаких реальных проблем с перегревом. Это не так. Он не дает сбоев, не дымит и не загорается и так далее. О, это хорошо. Я имею в виду, что батарея может разрядиться немного быстрее. Но это, наверное, самый худший страх. Тем не менее, это, вероятно, лучше подходит для нежных инди-игр. Поиграй еще раз из-за времени автономной работы, в которое ты можешь играть. Ты можешь играть так, как ты играешь на нем. Это прекрасно. Переключатель игр не так сильно нагружает систему. Ты знаешь, продолжай работать немного дольше. Но ни о чем беспокоиться с точки зрения перегрева, будь то точность программного обеспечения или ожог ваших рук. Без рук горящая ракета. Следующий от Джесси Бастиона. Я собираюсь вырезать каждое имя пользователя, когда мы будем снимать это видео. Как это соотносится с Nintendo Switch с точки зрения эргономики? Большой вес. Это такой же форм-фактор, но немного больше. Неужели этот дополнительный вес, уменьшающий размер, сильно влияет на комфорт? Я действительно нахожу это таким же удобным, если не сказать немного более удобным, чем переключатель. Хотя у меня действительно большие руки, что, безусловно, является фактором. Да, но у колоды действительно есть что-то вроде изогнутых захватов сбоку, где колода просто плоская, что я предпочитаю. Арсен так и не определился с весом и размером. Может быть, если ты лежишь на боку в постели, у тебя может быть одна из твоих рук не поднята выше, чем это было бы удобно. Но в целом, как своего рода портативное устройство, я совсем не думаю, что оно слишком тяжелое. Он также помещается в моем большом кармане пальто, что очень важно. Правда? Проверь. Да. О, это интересно. Значит, это не так уж и тяжело. Я имею в виду, это тяжело. Это наверняка тяжелее, чем выключатель, верно. Хорошо, это абсолютно не слишком тяжело, чтобы держать двумя руками. Итак, эти следующие три вопроса исходят от пары разных пользователей, поэтому я просто собрал их вместе. Первый вопрос. Как долго длится заряд батареи? О, это меняется, и меняется довольно сильно. Самое меньшее, что я получил от этого. Как и тогда, когда я пытался намеренно сжечь его дотла, это заняло около полутора часов. Хорошо, это играло Horizon Zero Dawn на полной яркости, на полной громкости динамика, без ограничения частоты кадров или чего-то в этом роде. И самое большее, что я получил от этого, это играть в супер мясного мальчика. Так, как в гораздо более простой игре с двумя дей, например, в режиме полета с минимальной яркостью, ограниченном 30 кадрами в секунду, и это было более 9 часов. Значит, речь идет о клапанах, скажем, от 2 до 8 часов. Ты можешь получить немного больше или немного меньше, чем это. Как я уже сказал, это во многом зависит от игры, а также от настроек, которые вы используете. Я думаю, что реально большинство игр заканчиваются где-то в районе 2-4 часов. Так оно и есть. Это меньше, чем ты можешь переключить. Ты можешь расширить его, если тебе нравится яркость, или ограничить частоту кадров в секунду. Это интересно. Значит, ты можешь буквально вносить изменения на визуальном уровне, чтобы попытаться продлить срок службы батареи, продлить его немного дольше. Да-да, на самом деле некоторые настройки, подобные этой включены, на самом деле довольно глубоко. Ты можешь ограничить частоту кадров. Ты можешь установить ограничения на тепловую мощность TDP. Ты можешь даже, например, ограничить тактовую частоту процессора Windows. Так что на самом деле ты можешь сделать довольно много, чтобы зарядить аккумулятор. Я не хочу обещать, насколько драматичными будут эти перемены, но ты, вероятно, это сделаешь. Я не думаю, что у тебя действительно было бы полтора часа, если бы ты не был намеренно, намеренно таким, как я. Следующий вопрос в том, как быстро он заряжается. От пустого до полного. Это займет у тебя чуть больше двух часов. Хорошо, за 30 минут я получил 24%, а за один час 48%. Последний, я думаю, что 20% батареи немного заряжается, так что на первом 80%. Так что да, мне пришлось потратить чуть больше двух часов. Самый важный вопрос в этом списке. Не могу управлять кризисом. Да, он может запустить Crysis Remastered. То есть это единственный кризис, который у нас есть в нашем аккаунте Steam Press. Да, это будет среднего качества, обычно от 50 до 60 кадров в секунду, а высокое качество больше похоже на 30 кадров в секунду. К сожалению, он не может запустить Crysis Remastered V, может ли он запустить режим Crysis и все еще достигать 30 кадров в секунду. Но да, это может привести к кризису. Мы можем сказать, что это кризис. Еще один вопрос от разных пользователей здесь. Каково это играть в игры с небольшими техническими размерами или большим количеством текста? Я думаю, что примером, который приводился довольно часто, были три короля-крестоносца. Очевидно, что это, знаешь ли, далеко не так просто, как делать это на мониторе. Игра, на которую я больше всего косился, вероятно, на самом деле Deep Rock Galactic, которая ни в коем случае не является стратегической игрой, но в ней есть довольно мелкий текст. Хотя в колоде действительно есть довольно крутая функция масштабирования. В то время как если вы удерживаете нажатой кнопку Steam и нажимаете кнопку на левом плече, она как бы динамически увеличивает масштаб, и вы можете перемещаться по увеличенной области. Так что, если это не суперидеально, если ты делаешь то, что знаешь, интенсивно и в движении. Но если ты, знаешь, читаешь текст в стратегической игре или что-то в этом роде, то это действительно очень полезно. О, как круто. Они определенно думали о больших стратегических играх, не так ли? Еще один похожий вопрос. Это из закона проекта 6693. Насколько хорошо он управляет стратегическими играми с вкладками, в которые традиционно играют с помощью мыши и клавиатуры? Ну, правый трикпад вроде как функционирует как мышь. Ты знаешь, когда ты водишь большим пальцем по кругу, это притягивает проклятие со всех сторон. Если ты нажмешь на нее, то это будет щелчок левой кнопкой мыши. Это, вероятно, не похоже на то, что переключение с мыши и клавиатуры на колоду не будет таким плавным, как в шутере или приключенческой игре. Но в нее должно быть можно играть, как я пробовал Total War, Free Kingdoms, и это сработало нормально. До тех пор, пока ты используешь функцию масштабирования, чтобы прочитать весь этот крошечный текст, с тобой все должно быть в порядке. Я имею в виду, если ты можешь играть в игру Total War, то это настоящая война. Да, это работает не так хорошо. Это как 30 кадров в секунду в одиночку. Еще один важный вопрос от двух пользователей. Вакоуза и Глнурн. Как это пахнет? Мои руки. Нет, это просто. Это просто пахнет пластиком. На самом деле, это ничем не пахнет. Я понюхал его пропаренную колоду просто для тебя. Ух ты. Принеси ведра и приклей гель в рун. Это было для тебя. Признаюсь, я не почувствовал этого запаха в ходе моего обзорного тестирования. Следующий вопрос от Элис Маркс. У них есть два вопроса. Первый — это недавний технический анализ, в котором упоминаются некоторые опасения по поводу цветового пространства экрана. Цвета кажутся яркими в этом контрасте или заботятся. Или для этого нужно особое освещение или что-то подобное, если мы становимся похожими на суперщупальца. И нет, это не охватывает огромное количество цветового пространства. Я не знаю свой нос, Сандис. Это ниже 70% гаммер, что близко к тому, что у тебя есть. Что-то вроде дисплея игрового ноутбука очень низкого класса. Но как бы то ни было, контраст хороший, а яркость хорошая, так что у вас не должно возникнуть никаких проблем при использовании на улице под прямыми, солнечными лучами. Я живу в Англии, где никогда не светит солнце, но я получил немного. Сегодня утром я действительно получил немного солнечного света. Да, при полном бонусе свет определенно пригоден для использования. Мне не понравилось, что это было особенно однообразно по цвету. Определенно нравится. Определенно нравится больше, чем мой модный EPS-монитор, но я знаю, что смотрел на него и думал. О, отвратительно. За такие деньги все в порядке. Следующий вопрос у нас есть к Абакусу. Говорят, есть ли какой-нибудь экран блокировки. Или любой, кто его поднимет, получит полный доступ к вашей учетной записи Steam. К сожалению, я нигде не смог найти экран блокировки в настройках. То, что происходит, когда ты включаешь его, предполагает, что ты уже входил в систему в прошлом. Если это только твои учетные записи, то они попадут прямо в твою библиотеку. Если у тебя на нем несколько учетных записей, тогда нажми на значок профиля для этой учетной записи, и ты сразу же перейдешь в библиотеку. Так что нет, там нет экрана блокировки. Не позволяй своему. Не дай украсть твою паровую палубу. Ты спустишься на одну паровую палубу, и какой-нибудь незнакомец будет играть во все твои игры. Следующий вопрос от Дженны. Они говорят, можно ли использовать созданные сообществом конфигурации ввода Steam для каждой игры. Теоретически, да, каждая игра Steam. По крайней мере, для этого есть такая функциональность. Из того, что я видел в каждой игре, которую я проверял, включая те, которые не прошли программу проверки Valve's, независимо от того, будет ли сообщество, созданное Steam, для конфигурации для конкретной игры, которая будет. Это, очевидно, будет отличаться. Но да, такая возможность есть. Тогда мы перейдем к важному в этом поцелуе от двуликового мэра. Насколько тривиально сопоставлять элементы управления с клавиатурой со многими входами в Steam Deck? Для большинства игр это довольно просто. Тебе просто нужно открыть настройки Steam, а затем перейти к настройкам контроллера, и тогда ты получишь макет Steam, который управляет. Ты можешь переподключить каждый отдельный, как если бы ты переподключал их с помощью мыши и клавиатуры. Не во всех играх, которые я нашел. Есть это, в том числе в некоторых, которые вроде как воспроизводимы или проверены. И вы знаете программу проверки совместимости. Так оно и есть, я думаю, от игры к игре. Как бы то ни было, в большинстве игр, которые я проверил, есть ли у вас такая функциональность, особенно в тех, которые поддерживают ввод в Steam? Марка Сноу спрашивает, так ли неудобны в использовании ручки управления, как они выглядят? Они такие высокие, открываются на верхнем краю системы, и сразу справа и слева, а где панели и кнопки? Мне нравится, что ты уже смеялся над этим. Если да, то являются ли сенсорные панели адекватной заменой указанным стиком управления? Как я уже сказал, у меня большие руки, что также означает, что у меня тревожно длинные большие пальцы, так что на самом деле, дотянуться до палочек для большого пальца для меня не проблема. Я думал, что это будет потому, что до того, как я вернулся, но я... И практика снова в порядке. Я тоже на самом деле немного предпочитаю макет коммутатору. Я никогда по-настоящему не был поклонником того, чтобы ручки для большого пальца были как бы не на уровне переключателя, тогда как они здесь, так что это более, знаете ли, симметрично и приятно на ощупь. Скажи, у меня в руках не Коти. Мне интересно, может быть, кому-то с маленькими руками будет не так удобно. Я задаюсь вопросом, может быть, им придется, например, иметь более сильную хватку, может быть, но нет, я не чувствую. Я не чувствую, что они вообще неудобны с точки зрения позиционирования. Я думаю, что их расположение рядом с кнопками X, Y, AB и панелью D на самом деле прекрасно, потому что это означает, вы знаете, меньше путешествий. Это для сенсорных панелей. Технически они ни в коем случае не хуже, чем палочки для большого пальца, и на самом деле они лучше подходят для таких вещей, как использование курсора, знаете, в стратегической игре, или просто для навигации по меню. Если вы хотите использовать их, скажем, для прицеливания в шутере. Не то, чтобы они были. И опять же, не то, чтобы они были неточными, или что они принимают самое худшее. К ним нужно привыкнуть гораздо больше. Я уже больше 10 лет почти ни во что не играю, кроме мыши и клавиатуры. Телефонные палочки мне не так чужды, как это. Я почти не пользовался оригинальным контроллером Steam, так что, знаете ли, использование трикпада большим пальцем кажется мне немного чуждым. Всемогущий мус спрашивает более субъективно, что ты с ним сделал. Я знаю, что это сложно для обзора, когда вы вынуждены использовать его, чтобы почувствовать, но если возможно, если бы были места или способы, которыми вы его использовали, или типы игр, которые работали особенно хорошо. Это было бы интересно. Хорошо, я имею в виду, потому что я пересматриваю. Мне придется сделать с этим все, что я могу, верно. С точки зрения того, как я вижу, как я это использую. Лично я никогда. Я никогда на самом деле не увлекался игровыми ноутбуками. Хотя они могли бы решить многие проблемы, которые у меня есть. Это не совсем проблемы. Но когда я отправляюсь в путешествие, или мне предстоит долгая поездка на самолете, или что-то в этом роде, я хочу играть в игры. Игровые ноутбуки по-прежнему кажутся мне слишком большими и массивными. Так что паровая колода — это что-то вроде. Прекрасно вписывается в тот вариант использования, который у меня есть, так что я определенно... Я определенно собираюсь использовать его в дальних поездках, поездках или визитах. Я не знаю, беру ли я это просто как обычную поездку на работу, как короткую поездку на работу, просто потому что это так. Ты знаешь, я сказал, я сказал, что размер и вес не проблема. Но если ты просто собираешься отключиться на 10 минут или около того, ты знаешь, это довольно важно. Особенно в том случае, если ты хочешь, например, успокоиться, успокоиться для более длительной поездки, и это нормально. И я даже, даже когда я дома, я играл в несколько игр на диване, когда, знаете, дорогой игровой компьютер находится всего в нескольких футах. Просто потому, что я не всегда хочу сидеть в своем офисном кресле. Да, просто это хорошая вещь, которую нужно иметь. Одна вещь, которая мне действительно нравится, это то, что типа, наша работа состоит в том, чтобы сидеть перед нашими компьютерами старше. Верно. Да, и довольно часто и даже. И я, возможно, захочу поиграть в компьютерную игру, но я не хочу быть в том же положении, в котором я был весь день, выполняя работу. Да, так что есть что-то довольно приятное в мысли о том, что я могу перенести свою библиотеку Steam просто в другую комнату в моем собственном доме. Так что приятно слышать, что ты использовал это таким образом. В какие игры ты играл? То, что ты нашел, должно быть действительно хорошо только для тебя и твоих личных тестов. Поэтому я думаю, что игры, которые лучше всего работают в IT, это игры, которые изначально были разработаны для контроллеров. Так что ты знаешь, тебе должны нравиться игры-платформеры или игры, которые как бы портированы с консолей. Например, God of War работает очень хорошо. Horizon Zero Dawn работает действительно хорошо. Ты знаешь, очевидно, потому что нет никаких трений в том, чтобы привести их к макету, основанному исключительно на контроллере. Мне нравится эта мысль. Просто играя на нем в эксклюзивы PlayStation, ты фактически превращаешь колоду в PlayStation Vita 2, что делает меня очень-очень счастливым. А да, следующий приветствует тебя, Земля. Побрякушка говорит, что я хотел бы знать, насколько легко сбросить значение по умолчанию или S, если я попробую установить Windows, и это не сработает. Ах, я действительно сделал это печально, потому что не потому, что я был. Я уже установил Windows, но возникла довольно серьезная проблема с программным обеспечением, которую мне нужно было исправить. По сути, все, что тебе нужно сделать, это загрузить образ Steam AS, что ты должен уметь делать, потому что у него открытый исходный код. Запиши это на USB накопитель, а затем, если ты подключишь это и клавиатуру к этому. Steam Deck, тогда ты можешь просто открыть менеджер загрузки. Это легко сделать с помощью USB накопителя, а затем загрузить оттуда новый Steam AS. Единственная реальная проблема, которая у тебя может возникнуть, заключается в том, что тебе действительно нужен концентратор USB-C для подключения нескольких периферийных устройств, таких как клавиатуры, мыши или USB накопители, потому что на самой Deck есть только один порт AS, так что он тебе понадобится. Тебе понадобится один из них, потому что для переустановки ОС требуется ввод с клавиатуры. Но нет, это совсем не больно, даже очень похоже на чрезмерно техническое или сложное. Я бы порекомендовал, если ты собираешься, если ты собираешься выполнять двойную загрузку, я бы порекомендовал сделать что-то вроде установки Windows на карту Microsoft. Это исключительно из-за мудрости хранения, потому что ты знаешь, что это не так. Ты не получишь больших твердотельных накопителей даже на самом дорогом. И если ты разделишь это между парами и окнами, у тебя почти не останется места для игр. Поэтому я бы рекомендовал установить вторую ОС на карту MicroSD. Следующий DuckTuck Lockpack. Вау, да, попробуй сказать это в два раза быстрее. Как он справляется с переключением с онлайн на оффлайн? Если я забыл войти в систему и переключиться в автономный режим перед тем, как выйти из дома, могу ли я использовать его без подключения к сети? Первый. Могу ли я выйти из своего дома, поиграть в игру и беспрепятственно продолжить, когда я выйду из зоны действия Wi-Fi, чтобы игры вообще не прерывались? Если ты потеряешь подключение к Wi-Fi, например, нет даже уведомления о том, что ты потерял подключение к Wi-Fi, все просто продолжается как есть. Так что да, никаких перерывов как таковых нет. Единственной проблемой может быть, твои сохранения в облаке Steam будут синхронизированы, если ты, ну знаешь, закроешь игру, когда будешь в автономном режиме. Когда ты начал выходить в интернет, верно? Хорошо, но ты можешь легко синхронизировать его в следующий раз, когда ты на самом деле будешь собой. Ты в сети. Ты просто зайди в библиотеку игровых страниц и нажми на значок Steam Cloud, а затем он повторно синхронизирует его. О, это просто. Я имею в виду, что это как бы предназначено для того, чтобы делать такие вещи, как, знаете, Рим между областями, где есть связь и нет связи. Так что, DuckTag, собирайся, собирайся. Больше не волнуйся, с тобой все будет в порядке. Вероятно, есть очень простой способ сказать это, который никто из вас не понял. Я совсем не понимаю. Я собираюсь зациклиться на этом из-за большей части извинений за это. Этот человек, французский пирог, говорит, действительно ли D-Pad хорош? Я-я-я думаю, что все в порядке. Это адекватный D-Pad. Это имеет форму креста, что мне нравится. Мне никогда не нравились эти круглые D-колодки, которые раньше были на странном контроллере PlayStation твоего друга, когда ты ходил по дому. Это, вероятно, имеет форму буквы D. У него довольно приятное, слегка грубоватое, щелкающее действие. Здорово. И на самом деле это D-панель, в отличие от переключателя, который представляет собой всего четыре круглые кнопки, неопределенной ромбовидной формы. BUBU17 спрашивает, есть ли опыт потоковой передачи высококачественных графических схем с локального компьютера в соседней комнате по Wi-Fi? Да, так что Steam Deck очень легко работает Steam Remote Play, пока ты собираешься петь сейчас, потому что ты парсек. Тогда, поскольку я действительно установил свою связь, по крайней мере, у меня есть то, что у меня есть. У меня нет такого потрясающего Wi-Fi, он довольно приличный, никаких проблем с потоковой передачей. Мне нравится лучшее качество с шестью кадрами в секунду с моих ПК на мой. На мою палубу. Мне действительно пришлось вручную зайти в настройки удаленного воспроизведения и, например, изменить уровень качества со среднего на высокий. На среднем уровне это было похоже на ограничение в 34 кадра в секунду или что-то странное. Да, однажды я сказал это, чтобы, знаешь ли, создать наилучший из возможных образов. Все, что было хорошо в лаге, тоже хорошо. Опять же, у меня довольно приличный интернет, так что пробег может быть разным, но все это, знаете ли, кажется совершенно полезным. Брюнфильм85 спрашивает, мне любопытно, насколько хорошо он будет обрабатывать несколько учетных записей, поскольку мы с моим партнером оба используем Steam. Можем ли мы оба использовать его и легко переключаться между нашими учетными записями? Или нам придется каждый раз выполнять утомительный выход из системы? Я полагаю, что это преимущество отсутствия экрана блокировки. Дело в том, что у тебя может быть несколько учетных записей в Steam, и переключаться между ними действительно легко. Когда ты включаешь питание, ты просто нажимаешь на значок, если хочешь войти с какой-либо учетной записью. Если ты хочешь выйти, ты просто нажимаешь на свой значок в правом верхнем углу экрана, выходишь из системы, а затем просто повторяешь процесс. Нажми, ты знаешь, нажми на другую иконку, чтобы войти в систему, так что все очень просто. Ты знаешь, некоторым людям требуются пароли, некоторые люди могут честь это проблемой безопасности, но если тебя это устраивает, и ты просто хочешь легко переключать учетные записи, тогда да, это вполне выполнимо. Я бы хотел, чтобы у настоящего Steam была такая возможность, потому что в последнем случае это было бы намного проще. Это от Усина. Определенно не так это сказано. На всех трикпадах все еще есть кнопки. Да, милый. Да, факты, это пуговицы. Они идут, они идут, когда ты нажимаешь на них. Привет, большое тебе спасибо, что добрался до конца этого видео. Если тебя интересуют другие вещи с паровой палубой, держи их прямо здесь, в РПС. А пока береги себя, и я скоро увижу тебя. Субтитры сделал DimaTorzok